Алмазные фазаны питаются растениями и мелкими беспозвоночными. Известно, что они едят побеги бамбука. Птицы также кормятся папоротниками, зерном, орехами и семенами. Иногда птицы ходят по мелководью и переворачивают камни, под которыми могут прятаться беспозвоночные. Во время гнездования между самцами происходят жестокие бои. Полигамия составляет правила. Самцы начинают брачный сезон с исполнения удивительно красивого танца. Петухи кружатся вокруг самок и стараются загородить им путь. Затем внезапно бросаются к избранницам, приближаясь настолько, что касаются их головами. Самцы демонстрируют им свои пышные черно-белые воротники, закрывающие головы полностью, так что видны только красные хохолки. Свесив вниз крыло с той стороны, с которой стоит самка, самец одновременно поднимает другое крыло. Он распластывается перед самкой, чтобы та могла увидеть зеленые плечи и красно-желтые перья на хвосте. Хвост с широко раскрытыми перьями поднимается вверх. Фазаны спариваются только после завершения свадебного ритуала. Яйца, 6-10 и больше, кладутся на землю в углубление, выстилаемое сухими листьями и хворостом. Птенцы уже на третьей неделе могут взлетать на деревья. После вывода птенцов большинство соединяется в небольшие смешанные стаи. Алмазные фазаны неприхотливы к климатическим условиям, целый год могут находиться в вольере без домиков и утепления. Интересные факты про фазана. Эти птицы могут питаться колорадскими жуками, уничтожая огромное количество этих вредителей. Поэтому их часто выпускают на поля, чтобы гарантированно вывести колорадских жуков. Многие богатые люди разводили этих пернатых в декоративных целях. Чаще всего для этого использовали ярко окрашенного золотого фазана. Очень плохо летают и пользуются этой способностью крайне редко. А вот бегают они быстро, это лучшие спринтеры среди курообразных. Эти пернатые – очень ценная птица для охотников, но они моментально распознают опасность и убегают. Сейчас выведена специальная порода, которую выпускают в леса для охоты. В природе самцы образуют пару только с одной самкой. А в неволе они собирают гаремы до десяти птиц. У обыкновенного фазана вокруг глаз есть участок без перьев. Ни один вид не обладает этой особенностью. Обычно фазаны живут поодиночке, лишь в сезон размножения собираются вместе. Но осенью и зимой они сбиваются в стаи, чтобы проще было выжить в суровых условиях зимы. Зимой фазаны ночуют под снегом. Ближе к поверхности ложатся самые скромно окрашенные птицы, а вот яркие самцы ночуют на глубине около 20 сантиметров. Фазан – национальный символ Грузии. Также он официально считается символом южной дакоты в США и японской префектуры Иваты. Как бы самец ни прятался, его легко заметить благодаря ярким перьям. А серую самку и птенцов не видно и не слышно даже на открытом месте. Спасибо, что прослушали до конца. Любите птицы животных. Спасибо.